В этом году исполнилось 105 лет со дня образования военных комиссариатов. В честь этой даты полковник в отставке Виктор Баталов написал книгу об истории военкомата городских округов Кимки, Долгопродной и Лобня. Работа велась на протяжении года и вот в учебно-методическом центре МКБ «Искра» состоялась ее презентация. Мой друг, которого мы похоронили 19 мая, Уланов Артур Викторович, в прошлом году попросил меня сделать книгу к этому юбилею, к 105-летнему. Я после Афганистана тоже служил в военкомате. И поэтому мне работа военкома, рабочих слушающих, не понаслышке знакома. Поэтому я взялся за эту работу. В зале присутствовали руководители военного комиссариата прошлых лет, школьники, депутат Совета депутатов Татьяна Каптарева, а также представители администрации. Во-первых, гордимся военкоматом. Мы гордимся теми достижениями, которые им были сделаны. Мы очень рады, что это не просто книга, что нашелся автор, который собрал историю. Это был длительный процесс по крупицам, собирая, восстанавливая личности всех военкомов и то, что они делали. Выход книги активно поддержало руководство Машиностроительного конструкторского бюро. Безусловно, очень важная и нужная работа для патриотического воспитания молодежи, отбора ее и направления на службу вооруженной силы нашей Российской Федерации. Мы рады, что могли с изданием этой книги. Надеюсь, что будем помогать и в дальнейшем. Все присутствующие расписались в первом экземпляре издания и вручили ее действующему военному комиссару Арсену Тимирову. В военкомате эта книга будет занимать самое достойное место. Это гордость, это история нашего военного комиссаря. Это сегодня вы видели, присутствовали и военные комиссары разных эпох, разных времен, заслуженные руководители. Они с такой гордостью, с таким вдохновением ждали этот день. Еще раз хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в создании этой книги. Учебно-методический центр – уникальное место в Химках. Помимо того, что здесь можно отследить практически полностью историю развития российской техники, также в здании регулярно проходят презентации, лекции и семинары. Мы привели своих детишек на экскурсию на данное предприятие, где дети смогут познакомиться с фрагментами того, что производится в этом учреждении. Методический центр открылся в 2018 году. За время своей работы зарекомендовал себя профессиональной площадкой для студентов пройти обучение не в аудиториях, а в самом сердце машиностроения. Александр Сергеев, Кирилл Петухов, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова